Уважаемые друзья, я приветствую вас всех из нашего города Сакраменто. Это наш очередной эфир, который мы проводим периодически, стараемся приблизительно иметь такие эфиры один раз в месяц. Сегодня у нас очередная такая встреча, и она очень ответственна. Каждая встреча ответственна, к каждой встрече мы стараемся готовиться серьезно, молитвенно перед Богом, и сегодня в том числе. Кроме наших внутренних каких-то ощущений, мы видим и внешнее определенное давление или реакцию духовного мира в ответ на сегодняшний эфир. Вы, возможно, видели, знаете, что и наш сайт, который у нас уже существует немало лет, он был взломан, и взломан очень таким агрессивным образом, очень сложно все восстановить. Елена Никитская немножко позже расскажет более в деталях и ответит на вопросы вот этого технического характера. Но я пытаюсь сказать, что на любое действие существует противодействие. Это известный закон, и думаю, мы обязаны жить с учетом этого закона. Любое действие вызывает противодействие. И потому, если мы делаем разумные заявления, и если эти заявления основаны на наших убеждениях, а наши убеждения, в свою очередь, основаны на священных писаниях, я думаю, что это не просто заявление, это утверждение священных писаний. И если наш образ жизни и наше поведение соответствует нашим убеждениям и учению священных писаний, это декларация, это публичная демонстрация послушания Богу. Это уже напрямую связано с прославлением Бога, которому мы служим, которому мы признаем, в которого мы веруем. И если исходить из задач, которые ставил Господь, избирая себе израильский народ, а сегодня избирая церковь, то мы должны понимать, что первичной или первостепенной, или основной задачей избрания народа, своего собственного народа, в удел себе народа из многих народов, является именно свидетельство, свидетельство о Боге через церковь или через древний Израиль, свидетельство окружающим народам с целью их просвещения, как и писал апостол Павел, дабы через церковь сделалась известную, неизвестная, добавляю, премудрость Божия, доброта Божия, благодать Божия и так далее. Следовательно, сегодня очень ответственный разговор, и я бы хотел начать его с молитвы. В молитву мы вкладываем понятие нужды, мы нуждаемся в Боге, и я прежде всего нуждаюсь в Боге, потому что мои слова воспринимаются многими людьми всерьез, и это тоже породит определенные действия. Кого-то это утвердит, кто-то утешится, кого-то это огорчит, кто-то разочаруется. Это неизбежно. Одно могу сказать, цитируя апостола Павла, что слово Божие полезно для наставления, для обличения, не только для утешения и утверждения, но оно полезно по учению апостола Павла для обличения, для исправления. Это же не я писал, это же писал апостол Павел, потому давайте будем достаточно скромны и достаточно искренни и непредвзяты в плане того, что если слово Божие будет нас обличать с целью исправления, это благо нашей душе. Это единственное, что может нам помочь справиться на тех перекрестках или рубежах жизни, где очень трудно справиться. Давайте попросим Бога, чтобы Он благословил наш эфир и направлял наши мысли в нужное русло. Драгоценный Господь, мы нуждаемся в Тебе, и без Тебя не можем делать ничего. Господь, я прошу Тебя на этот эфир особенной благодати и ясности просвещения и премудрости, Господь, и прошу Тебя, чтобы каждый человек, кто будет слушать этот эфир, пусть Твоя рука управит нами. Помоги нам разобраться, расставить какие-то акценты, помоги нам ответить на вопросы, которые остаются неотвеченными в сердце многих людей. Благословляю каждого человека, прошу Тебя, благослови мои мысли, чтобы они были слаженными и собранными перед Твоим лицом, для славы Твоей нашего спасения. Во имя Иисуса Христа мы просим это все. Аминь. Значит, трудно точно начать с какой-то определенной темы, потому что вопросов уйма, точек зрения масса. Попробуем говорить, может быть, тезисно, общими какими-то формулировками, а потом приступим к некоторым ответам на ваши вопросы, и вы можете продолжать писать нам. Значит, последние годы эта тема очень обострилась, и она оказалась, наверное, самой горячей темой в славянском мире, христианском мире. Думаю, будет правильным начать наш разговор с того, что мы имеем разговор с Церковью. Церковь — это люди, которые рождены свыше, которые избраны из числа остальных людей. Думаю, что если бы мы хорошо понимали этот вопрос избрания, освящения и отделения от остальных, многие бы вопросы сами собой прояснились, в том числе и вопросы патриотизма, национализма и всего прочего. Сам момент избрания предполагает отделение, предполагает совершенно другой разговор с этой группой людей, совершенно другой подход к этой группе людей. Этих людей избрал себе Бог, избрал для определенной цели, для определенной задачи. Этим людям Бог дает свои законы, которые называются заповедями. Бог не всем дает заповеди. Многие проводят параллели, все смешали в одну общую кучу. И весь мир, и всех людей, и политиков, и просто все это охарактеризовали или назвали в общем верой, христианской верой. Но я считаю, что есть большая разница, как Господь относится к людям за пределами Церкви, и как Господь относится к Церкви. Я вообще верю, что заповеди даны Церкви, и давались еврейскому народу, они не давались языческим народам. Сама заповедь предполагает узкий круг людей, и она рассчитана только на Божий народ. Следовательно, все и обетования благословения, или все наказания, это то, что происходит в контексте заповедей и отношений, которые Бог имеет со своим народом. Это важный момент в том смысле, что Господь работает только со своими людьми, и Библия делит всех людей на земном шаре на своих и чужих. Это очень важно. С этого стоит начинать наш разговор. Потому претензии разные к светским людям и к христианам, и благословения разные, обетования разные. Все это надо учитывать. На этот счет я произнес несколько проповедей последних. Вы можете их посмотреть, послушать, вы можете написать нам. Но что больно отмечать и тяжело говорить, когда я слышу прямо от некоторых пастырей и духовных людей, лидеров церквей, которые говорят, что мое богословие поменялось. Когда случилась эта ситуация в Украине, когда весь мир об этом заговорил, мое богословие поменялось. И я стал над этим тоже размышлять и думать, интересно, как много, как часто может меняться наше богословие, имеет ли право ситуация, какой бы она сложно не оказалось, менять наше богословие. Или на самом деле богословие испытывается или проверяется именно в такие критические моменты. Что сильнее ситуация, которая производит определенную реакцию, которая реакция присутствует у всех людей, на боль, на предательство и так далее и тому подобное. Или все-таки истина и богословие, которое должно нас сохранять и сберегать, какими бы тяжелыми ни были обстоятельства. Разве не под давлением обстоятельств проверяются наши убеждения? Сами подумайте. Разве не кризис проверяет, насколько мы стабильны, насколько прочно стоим на ногам? Разве не об этом Христос много раз говорил, что мы не узнаем и не проверим, и даже не догадываемся, насколько прочно наше строение дома, пока не польются реки, пока не подуют ветры, пока они не налягут на тот дом. Разве это не то время и не та ситуация, чтобы испытать наши убеждения? Я все хорошо понимаю, я взрослый человек, что многие могут говорить и критиковать меня, что мы живем за океаном, что мы не знаем этой боли, это правильно будет, это правда, вы совершенно правы, с этим спорить невозможно. Но я пытаюсь рассуждать сегодня в меру своего познания, что если богословие или истина имеет статус истины по-настоящему, то она должна оставаться одинаковой, это как формула математическая, она одинаковая для всякого времени, для всех народов, ее менять нельзя. И потому, ссылаясь на истину, не подгоняя ее под ситуацию, не меняя свое богословие, не искажая священных писаний, попробуем разобраться. Опять же, мир сегодня стал настолько либеральным, что в основном люди уходят от понятия истины, существуют только версии, только точки зрения. И я понимаю, что я подпадаю под критику многих людей, поднимая эту тему. Я написал книгу, я посвятил этому достаточно много времени и тоже проходит это через сердце, через боль. Я написал книгу, которую называл «Церковь и гражданское общество», и Лена расскажет больше информации, где ее можно заказать, и о чем эта книга. Но давайте приступим сейчас к конкретным каким-то моментам любви к исторической родине, к отечеству, к патриотизму и так далее. Поступают вопросы, их много. Давайте начнем с некоторых из них. Может быть, это поможет мне быть более конкретным. Я не буду зачитывать те письма, где упоминаются конкретные имена. Мы можем отвлечься, и мы можем впасть в такое даже обольщение, скажу. Вообще нельзя снимать со счетов момент обольщения. Обольщение — это просто дух, который находит на человека. И человек мыслит вот в атмосфере или в ауре вот определенного настроения, злости там. И человек становится субъективным. Он то искренен. Я как таким людям говорю? Я на 100% верю в вашу искренность. Но я также на 100% или там, скажем, на 99% считаю, что вы не можете быть объективными, потому что искренность и объективность — это очень разные понятия. Я верю, что люди искренни. Когда ты читаешь комментарии людей, сколько там боли написано, сколько там страдания, я лично совершенно не ставлю под сомнение вопрос искренности. Но я очень даже сомневаюсь в объективности. Любой обиженный человек, огорченный человек, пострадавший человек или страдающий человек, он уже не может быть объективным. Это настолько трудно, что практически невозможно. Потому люди идут в суд, искренне веруя, что и одна, и другая сторона выиграет дело. И один, и другой человек искренне доказывает свою правоту, но судья, как человек, который должен все-таки определить, на чьей стороне правда или истина, берет на себя ответственность на основании Конституции, одного осуждает, другого оправдывает. Вот. Потому я не сомневаюсь в искренности, но я очень сомневаюсь в объективности. Как одной, так и другой стороны, потому что мы огорчены, нам больно. Вот. Поэтому давайте немножко поговорим, если можем отстраниться, немножко подняться над этой ситуацией, и подойти к Библии, и посмотреть, что Библия говорит на этот счет. Потому я не буду цитировать конкретных ситуаций, которые здесь описывают люди, упоминать отдельных имен, это не на пользу в нашем эфире. Я буду читать только вопросы, как выводы, или как общие вопросы, которые задают люди. Значит, спрашивает Михаил Павенко. «Патриотизм — это когда ты любишь свою страну». Он даже не спрашивает, он утверждает это. «Патриотизм — это когда ты любишь свою страну. Но у тебя есть смелость назвать вещи своими именами и стать против зла, даже когда это делают под твоим флагом». Имеется в виду под флагом твоей страны. «Любить и защищать свою родину — это нормально и правильно. Но никогда не двигай межи на чужое, возвышай голос за правду, значит, не молчи». Дальше он спрашивает, правильно ли такое утверждение. То есть Михаил делает утверждение и задает вопрос, насколько правильно такое утверждение. Значит, начнем по порядку, по очереди. Патриотизм — это когда ты любишь свою страну. Понятие любви к родине, к земле, для меня лично немного странно. Я лично считаю, что любовь — это отношение между живыми личностями, и она может направлена быть только к человеку, либо к Богу. Это в русском языке существует слово «любовь». Но вы знаете, что в греческом существуют разные как бы типы любви и разные формы любви, да? Потому любовь в моем понимании может быть адресована только к личности. Любовь не может быть адресована к местности и не может быть адресована даже к внешности. Почему Соломон пытался разделить эти понятия и говорил, что миловидность обманчива и красота суетна. Это тебя обольщает. Тебе кажется, что какой человек красивый извне, такой же он красивый и как личность, как человек. Но он продолжает. Но жена, боящаяся Бога. А страх Божий — это уже качество личности. Давайте, давайте, на чистоту говорить. Давайте честно говорить. Ведь мы верим в мудрость, которая была у Соломона, да? И вот он показывает, что мы обольщаемся. Обольщаемся, когда привязываемся к любви к внешности или любви к местности и так далее. И он указывает на качество. На качество личности и прославляет страх Божий в женщине, в замужней женщине, да? Что-то подобное, я думаю, должно быть у христиан и в отношении Отечества. Я так думаю. Я имею право на свое мнение. Вы у меня спрашиваете, Михаил, я вам отвечаю. Я рассуждаю так. Мы привязываемся. У нас есть ассоциации с местностью. И потому определенная местность у нас может вызывать определенные ощущения, которые мы называем любовью. Помните известную песню Игоря Талькова «Чистые пруды»? И вот он в этой песне пишет или, исполняя эту песню, выражает такую мысль, да, что это настолько ему дорого, настолько ему близко. Это местность. И с такой он внутренней душевной теплотой вспоминает эти «Чистые пруды». А я себе просто размышляю и думаю так, что поскольку возле этих прудов у него были встречи с любимым человеком, о чем он поет в этой песне, потому у него эта местность и вызывает такие ассоциации. Но если бы возле этих прудов этого человека избили когда-то, а если еще не один раз побили этого человека или обокрали бы этого человека, я думаю, что эта местность вызывала бы у него обратные ассоциации. Местность есть местность. Есть люди добрые, есть люди плохие. Правильно? То есть мы говорим, что на земном шаре существует много красивых мест. Что это самое красивое место, эти «Чистые пруды», чтобы их воспевать? Но человек их воспевает, потому что у него есть ассоциации, определенные с этой местностью. И эти ассоциации приятны для него. Потому ему и кажутся эти «Чистые пруды» вообще раем, на земле, уголочком, где он вспоминает, и его воспоминания очень добрые и очень теплые. А если я вам вот что скажу, вот так вспомню, да? Немного знаю, но знаю о своем отце Николая, да? Вот его мучили, дергали там один год, первый год в армии, когда он пошел. Пытались его там и сломать, и переубедить, и все там, разные методы применяли. Не сломался человек, устоял человек. Так этого мало, этого мало, что его там пытались ломать. Они еще 4 года добавили ему лагерей. И вы понимаете, сами подумайте, какие ассоциации в сердце этого молодого человека вызывает такая историческая родина. Вот сами подумайте, да? Когда было время, время было наших родителей, другое было время, когда не говорили о любви к исторической родине, потому что все, что было связано с этой родиной, вызывало только отрицательные ассоциации. Поступали несправедливо, унижали, образование получать не давали, вот, и потому не было такой сильной привязанности к местности. Поэтому люди искали, где бы хоть их не давили, не штрафовали, давали хоть спокойно жить. Вот, потому понимание любви к родине или к своей исторической родине, я думаю, у христиан должно быть именно таким, как я сейчас говорю. Когда Господь позвал Авраама выйти из земли отца своего, да, это тоже родина. Он там жил, там все приятные ассоциации, там его детство прошло, там остались его родственники, там племянники, там все остались. Он живой человек, Авраам это точно такой же человек, как мы. Вот мы переехали жить за границу, сейчас многие судят, вы уехали, то-то-то. Я очень просто говорю об этом. Послушайте, а мы постоянно переезжаем. Если очень честно говорить о любви к земле, то почему столько много предателей родины? Предателей. А что я вкладываю в понятие предателей родины? А если человек увидел, что в городе жить лучше, чем в селе, то он предает свое село и переезжает в город. И если человек увидел, что в Испании, в Мадриде лучше жить, чем в Украине, то предает Украину и переезжает за границу. Вот что это? Как мы к этому относимся? Я понимаю, что это ломка. Если кто-то ее проходил, мы первые проходили 25 лет назад, когда мы переезжали сюда жить за границу. Но интересно, что мы не считаем предательством человек переехал и искал лучших условий жизни. Мы что, на это право не имеем? Вот, потому я думаю, что христиане должны стоять немного выше, чем эти образы просто к земле. Я не сказал к людям, я сказал к земле, я сказал к местности, я сказал к территории. И я первый раз испытал в своей жизни шок в 18 лет, когда я вернулся в деревню, где я вырос. Я был убежден, что если я только ступлю на эту землю, у меня нахлынут все бурные эмоции, потому что я в 16 лет вместе с родителем переехал в Соединенные Штаты, в 18 лет первый раз попал в ту деревню, из которой мы выехали. И я вообще человек таких настроений, ностальгический человек. И я много читал Есенина, болел, короче, я болел. Внутренне, душевно болел, я скучал. Но когда я туда приехал, я был удивлен сам себе, и я вам правду говорю. Я удивлен, что я не обнаружил абсолютно никаких ощущений. Я был удивлен. Я себя заранее настроил, что это будет особенное сейчас у меня чувство. Но я был удивлен. И я для себя выяснил, почему у меня этих чувств не обнаружилось. потому что там больше не жили дорогие любимые мне люди. Они жили в другом месте. И я первый раз для себя понял, что, наверное, оно связано с людьми, а не с местностью. Да, с местностью нас связывают, как и это, воспоминания. Я пошел в школу, я прошелся по улицам, я зашел в дом, где мы жили, выросли, родились. Ну и что? И что? И вот мы читаем об Аврааме, да, что когда он вышел, он, если бы в мыслях имел то Отечество, из которого вышел, то у него было достаточно времени, чтобы туда возвратиться. Но он искал города, художник и строитель которого Бог. То есть это вообще другой тип людей. Это странные люди, их очень трудно понять. Потому я и говорю, настоящие христиане, их трудно понять. Но мне точно так же трудно понять христиан или людей, называющих себя христианами, у которых так много любви к своей земной родине, что они совершенно не говорят о родине небесной. Они просто не привлекают своей любовью к небесам никого. Они только все, что они делают, о чем говорят, это о любви к своей исторической родине. и то очень часто не к людям, а к местности, что меня очень удивляет. Я понимаю, что это понятия связаны. Там и культура, там и язык, там и традиции. Но, друзья, ну, по крайней мере, я всегда вам обещал быть откровенным. Но ведь это же естественно, когда человек любит любящих его. Ведь это же нормально, когда поется в песне с чего начинается родина. И перечисляется. Там и букварь, там и буденовка, то есть история наша, да? Так это понятно, что мы любим, потому что это наша история, потому что это наше детство. Это понятно. А Христос говорит, что совсем по-другому. Ведь мы на Христа должны ссылаться. Потому Христос и учение Библии говорит, что любовь начинается от Бога, а не с истории или нашего менталитета, или нашего языка, или нашей культуры. Это же естественно. Христос говорит, что вы особенного делаете, если вы любите любящих вас? Не это же делают все. Не это же все делают. Я люблю свой язык, я люблю свою культуру, я люблю свой народ. Так понятно. Это же нормально. Я же не сказал, что это ненормально. Я просто сказал, что верующий человек, он привязан к другому, его сердце привязано к другому. У него другой подход, у него другой менталитет. И потому, да, любить свою страну, это естественно, это нормально, это понятно. Но почему Христос говоря о настоящей любви, о подлинной любви, говорит, что проверку на любовь проходит тот, кто может любить ненавидящих, кто может молиться за обижающих, кто может благотворить людям, которые ему вредят. Вот где проверка на настоящую любовь. Мы никуда не уйдем из этого перекрестка. мы здесь все будем испытаны, и мы все здесь испытываемся. Если мы говорим о любви Божией, а не любви человеческой, мы здесь все испытываемся. Вот здесь разделяется понятие любви филио и любви агапе. Любовь агапе любит не за на то, что любовь агапе любит несмотря на то, что ты меня обидел, несмотря на то, что ты меня ненавидишь, несмотря на то, что ты сделал зло. Я тебя люблю, и я не просто себе это внушаю, это настоящая Божья любовь. Тебя не за что любить. И любовь любит не за что-то, а несмотря на то, что мы никуда не уйдем с этого перекрестка. Вот здесь мы все разделяемся, но не по признаку языка, культуры, территории, а по признаку веры, по духовному признаку. Потому в Иисусе Христе нет этих всех разделений, которые существуют на земле, границ, которые существуют на земле. Их просто не существует. В Иисусе Христе есть только две группы людей, свои и чужие. Все. Свои и чужие Богу. Чужие Богу. Свои или чужие Богу. Две группы людей. И это же опять не я написал, а апостол Павел. Потому я очень относительно отношусь к любви к исторической родине. И у меня нет к этому ни пристрастия, ни какой-то неприязни. Я скорее безразличен к этому. это мало меня интересует. Меня интересуют люди. Например, Христос и апостолы. Как вы думаете, они были патриотами Израиля? Опять же, опять же, посмотрите, мы все равно судим и мы избирательно относимся и к Библии. Мы видим то, как сказал Виктор Гюго, каждый из нас слышит только то, что понимает. Больше мы не слышим. Это для нас как иностранный язык, как звук. Он пролетает мимо. Так психологически настроен человек. Он избирательно мыслит. У немногих хватит мужества быть открытыми и позволит новому приходить в сердце. У немногих хватает мужества на такой шаг. как Давид говорил пусть обличает меня праведник. В английском переводе написано пусть даже он меня бьет праведник. Это хорошо. Пусть он разбивает мои сложившиеся представления или стереотипы о себе любимом. Пусть он меня обличает. благо для моей души. Не у многих хватает мужества на такую откровенность. Потому хотелось бы, чтобы мы были открытыми. И говоря о любви Божией, она привязана не к местности, она привязана к личности, она привязана к людям. И некоторые меня спрашивают, ну посмотри, Александр, как апостол Павел любил свой народ. Я получил письмо, в котором человек пишет, ведь представляешь, как он сказал о своем народе, как он сказал, как он сказал, что я готов был отлученным от Христа ради братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян. Он не сказал никаком другом народе этого. Я вам хочу ответить на этот вопрос, потому что это уже апостол Павел. Я хочу вам ответить на этот вопрос. Вы знаете, апостол Павел при своей первой реальной встрече с Иисусом Христом по дороге в Дамаск получил указание. Я посылаю тебя на путь к язычникам. Насколько хорошо это Павел слышал, не очень хорошо слышал, когда он уже там перед царем Агриппой рассказывает свое свидетельство, он это вспоминает и дословно говорит, что Бог его поставил, он два раза в послании к Тимофею об этом говорит, что я истинно говорю во Христе не лгу, я поставлен апостолом, учителем и проповедником для язычников. Тогда возникает огромный вопрос, почему же тогда ты, Павел, побежал к евреям, когда ты сам об этом говоришь и сам свидетельствует, что Бог призвал тебя не к евреям, а к язычникам. Думаю, что ответ лежит на поверхности, потому что человек очень любил свой народ, он души не чаял в своих людях, и когда его посетило такое откровение о Христе, конечно же, к кому мы бежим? К родным, к близким, шок, потрясение, Иисус это Мессия, он мне явился. Конечно же, Павел побежал к своим людям, конечно же, он со всем сердцем открытым побежал в синагоги, но представляете, тот же самый Павел говорит, кажется, если я не ошибаюсь, в 18 главе Деяния апостола, что он, отряжший прах от ног своих, сказал евреям, отныне иду к язычникам. Это что такое? Что это такое? Это говорит о том, что Бог, не знаю, имею я право это слово употребить, я хотел бы, сказал, вытравлял вот эту особую любовь у апостола Павла к особым людям, но можно мягче сказать, перевоспитывал Павла в отношении особой любви к особым людям, то есть к своим. И учил и Павла, и Петра двух столпов церкви, двух апостолов еврейского мира и языческого мира, учил Бог одному и тому же, учил. И один и тот же скажет и напишет собственноручно. Павел скажет во второй главе послания к Галатам, Бог не взирает на лицо человека и напишет дальше, содействовавший мне в апостольстве у язычников, содействовал Петру в апостольстве у обрезанных, то есть у евреев, а перед этим он скажет, Бог не взирает на лицо человека. А Петр скажет то же самое, потому что Петр работал только с евреями. На него как накинулись братья в Иерусалиме, ты к кому ходил? Ты что делаешь? Ты как с ними ел? А Петр успокоит их и скажет, послушайте теперь меня. Я, говорит, пришел к ним, во-первых, по откровению. Три раза Богу понадобилось опускать полотно с неба и три раза одно и то же говорить Петру, что Бог очистил, не почитай нечистым. А речь шла о языческом мире, о язычнике. И когда Петр к ним пришел, он первый раз восклицает в доме Корнилия, истинно познаю, что Бог не лицеприятен, но во всяком народе, поступающий по правде, приятен ему. Здесь люди спрашивают, какие признаки нацизма? Вот в письмах, да? Я думаю, что признак нацизма очень простой. Неважно, в какой части земного шара вы живете, признак нацизма очень простой, или фашизма. Он в том, когда мы весь народ заключаем под плохим или хорошим. Там, кавказцы, это плохие люди, или там, украинцы, или там, русские, или там, американцы. Это признак фашизма. Такого не бывает, чтобы весь народ был плохим или хорошим. Есть плохие и хорошие люди, но не бывает плохих и хороших народов. Это признак. От которого надо избавляться. Не важно, сколько вы пострадали, от кого вы пострадали. От этого надо избавляться, потому что это признак фашизма. Это я говорю. Не бывает, чтобы весь народ был плохим и хорошим. От этого надо избавляться. Потом Бог избавлял апостолов и Павла, и Петра от таких признаков. От такой особой любви к особым людям, к своим людям. И показывал, что Бог нелицеприятен. И Бог любит людей. Что касательно, я знаю, что время идет быстро, сейчас мы будем иметь небольшой перерыв, что касательно, здесь вы пишете, не двигай межи на чужое. да, в Библии об этом написано, да, Бог назначил времена и пределы обитания людям. Но если посмотреть на карту, сейчас мы занимаемся уже пять лет фильмом «Богоискание славянских народов», вы знаете, если взять один век, а если взять три века и вместить это в три минуты, сейчас это можно сделать технически. Я даже находил один раз такие клипы, где-то они есть в интернете, когда взяли там два века, например, карту Европы и два века вмещают в две минуты. И посмотреть, как перемещались границы государств, это неимоверно, просто немыслимо. Это как живой организм, как какая-то инфузория туфелька, все ворушится. Постоянные перемещения государств, постоянно территории менялись, постоянные войны. Потому мы должны понимать, что в эти баталии, в эти войны вовлечен весь мир. Люди воюют за это все. Чем тогда отличается христианин от нехристианина? В том, что наше жительство на небесах. Здесь хватает амбиции, здесь хватает злости, здесь притязания. В том веке это было нашим, а пять веков назад это нашим было, а это было нашим. Это потому Христос и сказал мир вас ненавидит. Он очень понятно это объяснил. Почему мир вас ненавидит и будет ненавидеть вас? По очень простой понятии, по очень простому правилу. Потому что вы не от мира. Если бы вы были от мира, мир любил бы свое. Ну как понятнее сказать, почему к христианам всеобщая ненависть? Мир вас ненавидит по одной причине. Вы не от мира. Я вас избрал от мира. Я вас выделил, отделил для себя. Вы не от мира. Почему у христиан такое сильное притязание на принятие своим окружением? Почему такая сильная претензия? Если Христос сказал, ну кого уже цитировать, если не Христа? Если Христос сказал, вот я посылаю вас как овец среди волков. Почему христиане современные такие сильные патриоты своей земли? Американцы в том числе. Где вот это, о чем Христос сказал? Потому что если бы мы по-настоящему держались того, о чем Христос говорил неоднократно, если мы по-настоящему искали Отечество Небесного, а не земного, то, наверное, таким и было бы к нам отношение. Но когда церковь предает эти принципы, прежде всего в лице епископов, пастырей, лидеров духовных, предает и начинает проповедовать любовь к земному Отечеству больше, чем к Отечеству Небесному, то тогда и получается, что предавая эти принципы, мы все проигрываем, мы приняты обществом, мы свои в обществе, но мы не привлекаем людей к небесам, мы не собираем людей по признаку веры, мы не объединяем людей по признаку Христа, потому что во Христе только нет ни иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни украинца, ни русского, во Христе мы семья, мы братья во Христе, но это невыгодно, и что получается, самое основное, я на этом закончу, первую часть, что получается, церковь, предавая вот этот принцип, она становится политической организацией, она становится политизированной, полярной, полярной, и потому церкви делятся по национальному признаку, а я считаю, что каждая церковь и каждый христианин в частности на личном уровне испытывается Богом на предмет любви к Богу или к нации, национализм это сильный тест, и мы проверяемся, насколько мы любим человека, всех людей без разбора или любим только в рамках своей нации, здесь мы все проверяемся, мы каждый сдаем тест, любим ли мы людей или мы просто любим отечество, культуру, что естественно, повторяю, я не против этого, это нормально, любить свой дом, любить своих родственников, любить своих детей, я же не сказал, что это плохо, я просто сказал, что это естественно, если же мы значительно выше душевной любви, естественной любви, потому что Божья любовь, она сверхъестественная любовь, сверхъестественная, мы никуда от этого не денемся, потому церковь проверяется на подлинность, на верность Христу и его принципам через призму национальных интересов, может ли церковь поставить интересы вечности выше интересов своей нации, если сможет, она если не сможет, интересы национальные, выше интересов вечности, интересов души, интересов любви ко всем людям, она не сдала тест, она не смогла сдать тест, и каждый христианин в частности, мы никуда не уйдем с этого перекрестка, потому я и сказал, наш разговор только с церковью, другие люди нас вообще не поймут, я думаю, что большой процент даже церковной аудитории не поймет меня и не примет такой концепции, увы, очень жаль, потому что утверждаю, что это концепция духовная, и она стоит на принципах Евангелия. Мы потом продолжим отвечать на вопросы, и я попытаюсь объяснять, насколько я смогу, насколько я это понимаю. Сейчас с вами будет Елена Никитская, она с интересной для вас информацией, потому оставайтесь с нами, я продолжу после небольшой паузы. Доброго времени суток, дорогие друзья! Огромное спасибо, что вы смотрите нас на Рэма-ТВ, вы знаете, подготовка к этому рефиру далась нам особенно сложно, потому что за сутки до эфира наш сайт взломали, и так это сделали жестко, что удалили всю информацию, которая содержалась на сайте. Я немножечко хочу объяснить эту ситуацию, мы выставили на всех социальных сетях, и увидели один большой плюс, который в связи с происходящей ситуацией, то, что вы нас очень сильно поддерживаете, как много комментариев, писем, которые с ободряемащими словами, с вашими молитвами, это вообще большое благословение, и поэтому мы очень быстро смогли восстановить сайт, и вот хорошая новость заключается в том, что на данный момент около 50%, даже 80% сайта уже восстановлено, все видео есть на сайте, все хорошо, сбой только произошел с некоторыми ссылками, то есть сейчас те ссылки, которые раньше были на видео, они поменялись, что нужно менять, некоторые картинки походили, комментарии, количество просмотров, то есть эта информация не восстановилась, не на всех видео, можно так сказать, но мы работаем над этим. Некоторые нас спрашивали по поводу регистрации, регистрации партнерских доступов, попала ли эта информация, личные данные в руки злоумышленников, нет, могу вам с уверенностью сказать, что никакие данные не ушли, потому что для хранения ваших данных, тех людей, кто регистрируется на сайте, мы используем третью компанию, скажем так, что-то схожее с банковской системой безопасности, это совершенно другой сервис, совершенно другой сайт, где хранятся все эти данные, поэтому доступа ни у кого у них нет, и с этого сайта невозможно получить доступ к этим данным. То в этом плане все хорошо, единственное, где мог произойти небольшой сбой, это в датах регистрации, именно в продлении доступов, и может быть кто-то из вас, это не такое большое количество людей сейчас, зашли, и у вас закрыт доступ на ремок, как будто истек срок, то вы просто напишите нам, мы в короткий срок продлим вам, исправим эту ошибочку, это вот некоторые небольшие сбои, которые были связаны с этим. И что касается видеоархивов, то видеоархив полностью цел, он тоже находится в совершенно другом сервере, совершенно в другом месте, то есть пострадала вот как информация, обновления, которые были на сайте, но это в принципе нас не огорчило, потому что мы понимаем, что этот эфир нужен, и что все, что мы делаем, приносит действие, и поэтому вызывает такую реакцию, поэтому в какой-то мере это нас даже ободрило, а еще больше ободрило ваша поддержка, так что большое вам спасибо за это. Но плохая новость, связанная с этим взломом заключается в том, что сайт сильно устарел, по меркам сайта он был создан в 2009 году, обновлен в 2010 году, это достаточно уже, можно сказать, пенсионер, пожилой сайт, то он все время вот этот период времени находится под угрозой, потому что очень много таких, можно сказать, слабых, уязвимых мест в сайте. Если мы говорим, например, о сайте Богоискани, нашем новом для работы с неверующими людьми, евангелиционный проект, то этот сайт построен в совершенно других движках, в совершенно другой системе, на новой, и никак, то есть не может быть, допустим, что связано с Рэмой, тут больше намного проблем. И мы в ближайшее время очень бы хотели приступить к созданию нового сайта Рэма ТВ видео, какое влияние он оказывает среди людей, сколько мы получаем хороших комментариев, что жизнь людей меняется, мусульмане обращаются в христианство, люди каются, приходят к Господу, немножко ниже хочу сказать про статистику, вы поймете больше, о чем я говорю. Но на построение нового сайта, конечно же, требуется время, наши команды посвящения, очень много разных проектов, и, конечно же, средства, чтобы это все сделать, правильно оформить, красиво, сделать дизайн, множество всего, все атрибутики, которые связаны с построением сайта. И если у вас есть какая-либо возможность поддержать нас в этом, просто вы желаете именно на этот проект, чтобы новый сайт появился, потому что в новом сайте он не будет так уязвим, как этот, нам очень сильно его приходится охранять, и даже у нас нету такой соответствующей системы охраны именно для этого сайта, его постоянно сбивают, постоянно пытаются выбить из колеи. Мы будем вам очень благодарны за любую поддержку, и вообще огромное спасибо каждому подписчику сайта Рема, потому что именно благодаря вам возможно существование этого портала, и благодаря вашей подписке, благодаря вашей поддержке, вашим пожертвованиям на этот портал, все видео, которые есть на сайте, недоступны бесплатно для просмотра, для скачивания, распространения, где только вы хотите. Делитесь ссылками с друзьями, смотрите вместе, за исключением сверху несколько на первой страничке новиночек, находится 4-5, это как своего рода знак благодарности людям, которые поддерживают этот проект, то есть партнерам, подписчикам, то у них есть доступ. Ну и эти видео открываются через 2-3 недели для всеобщего просмотра. Вот. Что касается статистики, чтобы вы понимали, может быть, еще больше объяснить ситуацию, почему так часто на Рема бывают сбои, почему он выходит, может быть, сказать, с рейсов до своей работы. Я хочу сказать некоторую статистику. сайт собирает миллионы, собрал уже миллионы просмотров, и ежемесячно до 8 тысяч посещений, просмотров у нас есть на сайте. Каждый месяц на сайт Рема переходит от 2 до 4 тысяч человек по таким запросам, обратите внимание, в Google гадания, гадания на картах Тора, гадания по руке, и мы предлагаем людям посмотреть видео, где человек тоже обращался к гаданиям, и какие последствия его ждали в этом, и как он нашел выход, как ему Господь показал путь, и как он от этого всего избавился. У нас очень большая, хорошая статистика просмотров на этих видео, просто люди хотят погадать и находят эти видео, наши христианские, на сайте, то есть мы специально их рекламируем таким образом. Следующая статистика, конечно, нас очень сильно касается и поражает, так как тысяча, от тысячи до полторы тысячи в разное время, 700, по-разному, каждый месяц меняется, человек переходит к нам по ссылке и по запросу в Google, как покончить жизнь самоубийством. Слава Богу, 10-15 из этих, процентов из этих людей, они досматривают видео до конца, и некоторые, они даже контактируют с нами, с нашим офисом, и мы потом передаем это нужно служителей, человек непосредственно на индивидуальном уровне, продолжает работу, духовно помогая тому, кто хотел совершить такое зло для себя, для своей жизни, и такой огромный грех перед Господом. И мы очень рады, что у нас есть возможность служить таким людям, и очень рады, что мы можем менять Божьей помощью направление их жизни полностью. Сейчас, вот последние два месяца, вот мне только сообщили наши ребята, которые занимаются вот этими всеми распространениями ссылок и рекламой, чтобы приводить людей из Гугла на наши сайты, вот последние несколько месяцев очень популярным стал запрос, не знаю, кого-то это удивит, а кого-то не удивит, что делать, если твой ребенок стал атеистом. Вот такой запрос, и поэтому запрос у нас тоже есть, что предложить, есть передачи, и мы принимаем людей, которые ищут и интересуются этой темой, стараемся каким-то образом тоже помочь по видео, по личным беседам. Вот такая статистика, то есть на самом деле масса свидетельств по влиянию этого сайта изменению жизни, так что огромное спасибо каждому из вас, кто нас поддерживает в этом проекте РАМА ТВ. Давайте мы теперь перейдем к новостям, потому что времени не так много, самой хорошей новостью сегодняшнего дня, которую я хочу с вами поделиться, является то, что сейчас готовиться к изданию через два месяца, буквально даже меньше, чем через два месяца, через месяца и одна-две недели будет издана книга Александра Шченко, новая книга Александра Шченко, которая называется «Церковь и гражданское общество. Государств много, церковь одна. Статус церкви в контексте национальной культуры». То есть таких, книг будет целая серия, наверное, под предварительным данным таких книг будет четыре разной тематики. Серия книг называется «Ее величество церковь», и каждая книга из этих четырех будет носить свое название, свое направление. И это будет первая книга, которая вот сейчас издается. И мы хотели попробовать, зная, что очень много людей просят, ну когда, когда начинают спрашивать, и нам уже неудобно отвечать, ну еще недели, еще два, еще три дня, то мы решили сейчас уже открыть предварительный заказ. Вот, если вы смотрите нас на YouTube, то под описанием есть ссылочка «Заказать книгу», вы можете туда перейти. И на нашем сайте alexandroshuvchenko.org главный бэннер стоит, второй бэннер, который на главной странице листается, тоже для заказа книги. Можете перейти по ссылке и оформить предварительный заказ. И вы получите эту книгу по почте, как только она будет издана. То есть первые экземпляры мы отправим именно вам. Как только мы с типографией забираем, ваш заказ книги, оплата книги и оплата за пересылку в любую страну мира уже оплачена. И мы забираем книги и отправляем по вашему адресу, по почте. Сейчас я бы хотела вот как подарок от нас, как мы всегда делаем какие-то викторины, какие-то розыгрыши, я задам вам вопрос и подарить человеку, который правильно ответит на этот вопрос. Вы можете отвечать в комментариях на AramaTV, в комментариях, или в комментариях на YouTube, где вам удобно, где вы быстрее сможете оформить ответ. Мы постараемся найти по времени, проследить, на YouTube первый был ответ или на AramaTV. Вам нужно обязательно указать свое имя и страну, с которой вы пишете, или город, с которого вы пишете. И правильный ответ на этот вопрос. И мы подарим экземпляр, первый экземпляр книги, который мы заберем с издательства. К сожалению, это просто макет, это не настоящая книга, у нас просто нет еще первого экземпляра, но тот первый, как его называют, еще в сигнале экземпляр, который придет, мы хотим отправить именно человеку, который сейчас правильно ответит в эфире на наш вопрос. И вопрос звучит так. Как называется город, часто упоминаемый в Новом Завете, название которого в дословном переводе означает деревня Наума? У нас сегодня тема связана с государствами, поэтому и вопрос соответственный. Еще раз. Как называется город, часто упоминаемый Новом Завете, название которого в дословном переводе означает деревня Наума. Пока вы правильно отвечаете на ваши вопросы, я еще расскажу о нескольких важных новостях нашего служения. По вашим многочисленным просьбам мы загрузили 70 новых видео на подкаст, на Александра Шевченко Миннес, на наш подкаст-канал, поэтому если вы подписчики подкаста, если вы слушаете записи, вам очень удобно скачивать их на телефон и потом прослушивать эти записи, то хорошая новость именно для вас. Заходите, там 70 новых проповедей загружено. В дальнейшем мы хотим загружать все прямые эфиры, передачи угол, то есть сейчас мы будем больше работать над этим канале, так что если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь на наш подкаст. Тоже есть ссылка под видео окошком на ютюбе, и есть, вы возможно видите ее сейчас на экране, я думаю. 15 ноября 2016 года мы приглашаем вас на форум «Позиция» на тему иудаизм и христианство, точки пересечения. Будем говорить о мессианском евреи как синтезе, комбинации и гибриде двух мировых религий. В прошлом эфире я больше рассказывала об этом форуме, сейчас мы открыли специальный сайт, где вы можете увидеть всю информацию о форуме, всех, кто будет участвовать там. Можете перейти на форум точка угол точка тв и прочитать все темы, которые будут озвучены на форуме, мы там тресанных разделах поставили, видеть спикеров, которые будут участвовать в этой беседе и поучаствовать в вопросе, там есть 7 интересных вопросов по иудаизму и христианству, на которые мы просили бы вас ответить, там вы можете выбрать, есть варианты ответов, вы можете выбрать правильный ответ, который на ваш взгляд является, нам поможет в подготовке к форуму своего рода статистические данные. Есть две возможности, как вы можете быть на этом форуме. Первая, это, конечно, уникальная возможность, вы сможете быть в зале, вы сможете лично пообщаться с каждым из этих спикеров, подойти в перерывах, вы можете задать свой вопрос на смс-сообщениях, мы специально откроем такую функцию, вы сможете голосовать с помощью своих телефонах, мы будем делать различные опросы в зале, сможете наблюдать за ходом всего происходящего и участвовать во всем, что будет происходить в зале, общаться с этими людьми, которые прилетят нам, помимо спикеров, еще будут различные эксперты на эту тему. И вы сможете приобрести билет на сайте, вот по ссылке перейдете, на нашем сайте есть такая возможность. Или же, если вы находитесь в другой стране и никак не сможете прилететь к нам на форум, вы сможете смотреть бесплатную прямую трансляцию, посмотрите, когда это будет время в вашей стране, во многих странах, особенно СНГ, это будет вечернее ночное время, потому что наш форум начнется где-то около пяти вечера, и четырех-пяти вечера, точно не помню время, это в вашей стране будет где-то два часа ночи, во многих странах, час, два, три, по-разному, поэтому вам придется приготовиться поспать днем. хорошо, что я еще хочу сказать, есть у нас правильный ответ, да, это хорошо, замечательно, правильно у нас ответил Пауль и Елена Игнатович, не знаю, с какой страны Пауль и Елена Игнатович, может быть, из Беларуси, судя по вашей фамилии, но в любом случае мы вас поздравляем, что вы правильно ответили на наш вопрос, и вы получите книгу по почте, то есть первый экземпляр мы отправим именно вам, напишите, пожалуйста, нам на e-mail или в комментариях свой адрес, чтобы мы сохранили и унесли вас в число тех, кто первым получит нашу книгу. Ответ был простой, как назывался город, часто упоминаемый в Новом Завете, название которого дословно в переводе означает деревня Наума, город назывался Капернаум, на иврите это Кфарнаум, поэтому, спасибо большое, что вы участвуете в викторине и отвечаете на эти вопросы. И последняя маленькая новость, о которой я хочу сказать, вернее, новость короткая, а мероприятие большое. Еще раз хочу рассказать вам, что 14-17 января состоится большое мероприятие, которое мы назвали праздник веры и надежды. Это 20-летие международного служения Александра Шевченко и 10-летие церкви Дом Хлеба. Две больших даты совпали на один год, и мы ждем очень много гостей. Будет большая конференция, будут праздники, викторины, розыгрыши, поздравления, очень много всего интересного, какая-то история наша, выпускание, несколько журналов по этому случаю. И мы приглашаем абсолютно всех, кто сейчас нас смотрит, прилететь к нам. Если вы находитесь в другой стороне, мы можем помочь вам с оформлением приглашения для получения визы. Напишите нам. Мы создали тоже специальный сайт, открыли, называется 1020 celebration.org. Опять же, он есть на нашем сайте. Ссылочка есть в комментарии, и ссылочка есть в описании под этим видео, вы сможете это увидеть. Перейдите на сайт, посмотрите, что будет, кто будет этими спикерами. Если вы захотите как-то поучаствовать, в субботу, вот как раз 20-летие нашего международного служения, это только один день из всех четырех дней конференции, мы будем транслировать. Именно субботу вы сможете в прямом эфире увидеть всю историю нашего служения. Мы покажем фильм исторический о нашем служении все 20 лет, вехи в истории. Вы сможете быть с нами. Мы специально делаем, так как служение международное, такую прямую трансляцию, доступную для вас, чтобы вы могли наблюдать и провести это время с нами, так как понимаем, что не все смогут прилететь. И хорошо, мое время заканчивается, и вы можете задавать свои вопросы. Прямо сейчас Александр постарается как можно больше уделить времени именно вопросам и динамично отвечать на те вопросы, которые вы нам пришлете. И сразу же после паузы, а пауза у нас будет такая, мы хотим вам показать, не показать, вернее, к сожалению, вы пока можете только прослушать, так как у нас клипа еще нет, есть аудиозапись, новую песню, которая называется «Алтарь». Музыка и исполнение Юрия Литвинчука и группы City Hill Worship и слова этой песни, стихи Александра Шевченко. То наседательного вам прослушивания. Всего вам доброго и до новых встреч. Я восхожу, Господь, на твой алтар, Я пред Тобой всегда в долгу, Как первую любовь мой царь, Тебя я берегу. Я восхожу, Господь, на твой алтар, Я пред Тобой всегда в долгу, Как первую любовь мой царь, Тебя я берегу. Воспламенись и снизой диагон, И в жертву жизнь мою прими. Я в Твое имя Средь больших имен Держу-ка с нами пред людьми. Я жду мосты Все за собой В том жертвенном святом огне Пусть я сгорел, Но образ Твой Ты возродил во мне. Воспламенись и снизой диагон, И в жертву жизнь мою прими. Я Твое имя Средь больших имен Держу-ка с нами пред людьми. Воспламенись и снизой диагон, И в жертву жизнь мою прими. Я Твое имя Средь больших имен Средь больших имен Держу-ка с нами пред людьми. Я возношу на Твой алтарь, Я возношу на Твой алтарь, Сердце моё Я возношу на Твой алтарь, Я возношу на Твой алтарь, Сердце моё Я возношу на Твой алтарь, Сердце моё Я возношу на Твой алтарь, Воспламенись и снизой диагон, И в жертву жизнь мою прими. Я Твое имя Средь больших имен Держу-ка с нами пред людьми. Воспламенись и снизой диагон, И в жертву жизнь мою прими. Я Твое имя Средь больших имен Держу-ка с нами пред людьми. Я возношу на Твой алтарь, Сердце моё Я возношу на Твой алтарь, Я возношу на Твой алтарь, Сердце моё Я возношу на Твой алтарь, Субтитры подогнал «Симон» 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 Многие говорят, что там, скажем там Украинские политики Или другие политики Не исполняют заповедей Божьих Да как они могут исполнять заповеди Божьи? Патриархи говорят За то, что он там Тот или другой правитель Не исполнил заповедей Божьих Да какие заповеди? Эти люди вообще неверующие Они с Богом никогда не встречались Они никогда не присягали Богу на верность Ну слушай, но мы хоть между собой Можем понятно говорить? Или мы тоже должны врать? Люди, мирские, светские люди, они не знают Бога. Как они могут соблюдать заповеди, если эти заповеди даже им не адресованы, они даже их не знают, этих заповедей? Апостол Павел говорит, они даже не могут их исполнять. И даже не могут, потому что у них природа другая. У них просто силы нет на это, чтобы соблюдать эти заповеди. Поэтому у Бога совершенно разные претензии к языческим народам и к своему народу. Это же надо быть полностью невеждой, чтобы не согласиться с этим. Несмотря на то, что у Бога были претензии, скажем, к Ниневии или к Египту, Он их никогда не заставлял принимать монотеизм единобожий. Эти люди так и оставались многобожниками, они оставались язычниками. Несмотря на то, что Бог их там вразумлял или наказывал, все равно он имел дело только со своим народом, а с теми другими народами постольку поскольку. Разговор был другим. Не было к ним таких претензий. Я думаю, что из таких предпосылок нам стоит рассуждать. Вы понимаете, что больше и больше набирает ход вот эта идея христианизации населения. Не обращение человека к Богу, к вере от мертвых дел, что всегда подразумевает личное откровение о Христе. Личную веру. То, что Христос часто говорил, вера твоя спасла тебя, вера твоя спасла тебя. Твоя вера спасла тебя. Дерзай, твоя вера спасла тебя. Христос никогда коллективно не разговаривал так с людьми. Мы сегодня радуемся, мы выросли на православном понимании канонических территорий. Если ты родился на этой территории, ты by default, как бы по умолчанию, ты христианин. Если ты родился на исламской территории, по умолчанию, ты мусульманин. Да нет, не так. Может, это имеет место с другими религиями, но не с христианством. Но не с христианством. То есть, по идее, каждый здравомыслящий человек должен согласиться, что в принципе христианского государства быть не может. Это иллюзия, это вымысел. Христианство как таковое, простите, государство как таковое не может быть христианским. Христианин — это личный выбор в пользу Христа. Это личная вера. Она не может быть коллективной. Здесь нельзя мыслить геополитическими такими формулировками. Это личный выбор, личная ответственность. Кто будет веровать, тот спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет и так далее и тому подобное. Потому, смотрите, отсюда надо исходить. Отсюда надо исходить. И не предъявлять претензий к правительству, к чиновникам, что они не соблюдают заповеди, что Господь их там наказывает, что мы должны свергать такую власть или тому подобное. Я так не думаю, я так не мыслю, я такого не вижу в Библии вообще. Мятутся народы. Там происходят свои процессы, свои войны, своя месть, своя кровная месть. Там поднимается исторический пласт. При Иване Грозном, при Петре I уничтожалась история, переписывалась история. Там каждый режим пишет свою историю в своих интересах, интерпретирует историю в своих интересах. Это же понятно. Потому нам не место в этой драке, в этой бойне, в этой вражде. Церковь — это отдельное общество, с которым Бог имеет свои отношения, свое дело. Вот задает вопрос Наталья Фирсова. Добрый день, Александр. В книге Иеремии Господь четко говорит, за какие грехи его народ понесет какое наказание. Как вы думаете, должен ли народ Украины, верующий, как минимум, искать грех, за какой пришел суд Божий на Украину? Имею в виду войну. Спрашивает Наталья, как я уже сказал. Я бы два момента здесь отметил, Наталья. Опять же, то, о чем мы сейчас говорим. Проводить параллели между народом израильским и народом Украины, народом России, народом Америки, народом Европы неправильно. Я считаю неправильно. Потому что народ израильский был избранный Божий народ. Они знали заповеди Божьи. Они состояли в завете с Богом. Они принимали обрезания, носили на теле своим знак завета с Богом. У них были и только у них отдельные отношения с Богом. Покажите мне еще один народ, кроме Израиля, с которым бы Бог поддерживал аналогичные отношения. Его просто не было и быть не может. Даже когда Бог хотел уничтожить народ израильский, произвести от Моисея другой народ, Он не мог произвести от Моисея народ Божий и оставить народ Божий от Авраама. Потому он должен был уничтожить народ Божий. Что получается? Два Божьих народа. Такого быть не может. Никогда не было и никогда не будет. Ни в истории, ни в современности. У Бога есть один народ. Так написано в Библии. Один народ, избранный к добрым делам. Поэтому нельзя так мыслить, приводя параллели с израильским народом. Потому что это был Божий народ. Единственную параллель, которую я считаю правильно проводить, это между церковью, которая опять же не как народ отдельного государства, а церковь Христова, церковь Вселенского. Такие параллели еще каким-то образом могут соотноситься с израильским народом. Но не как народ Украины и народ Израиля. Я не считаю, что это корректно, теологически правильно проводить. Это первый момент, который я хотел бы отметить. Второй момент тот, что когда страдает народ, страдает государство, страдает какая-то определенная часть земного шара от разных или по разным причинам, разумеется, страдают и верующие люди. Далеко не всегда христиане виновны. Наоборот, христиане — это единственная надежда своей нации. Они единственные светочи, единственная свеча, которая на столе светит. Но мы видим тот же Иеремий, о котором вы здесь вспоминаете. Это святой Божий человек. Но он страдал вместе с народом, хотя лично сам ни в чем не виноват. Он страдал и от своих, и от чужих, и от завоевателей. От всех страдал. Потому что он Божий человек. Ну, он же не может жить в изоляции. Он страдает. Народ подвергается наказанию, происходят какие-то процессы в обществе. А пророк тоже страдает. Потому и святые, божьи люди страдают не потому, что они хуже других, ни в коем случае. Это было бы очень невежественно такое утверждать, что одни чище, и более святые христиане, другие грешнее. Это абсолютно неверно, так говорит. Наоборот, христиане, которые живут на своей земле, они страдают вместе с этим своим народом, хотя они сами не причастны к грехам и преступлениям этого народа. Наоборот, помните Илью, который говорит, пророков твоих убили, жертвенники разрушили, я один остался, довольна, забери мою душу. А Бог говорит, нет, ты не один. Я еще соблю себе несколько тысяч людей, которые тоже скрываются, которые тоже страдают, которые тоже верны Богу, Его завету, но пришел режим Ахава, и все страдают, все богобоязненные люди терпят и страдают, и прячутся. Вот, потому я считаю, что христиане — это отдельный народ, и они остаются в среде своего народа, и несут, и терпят вместе со всеми остальными, молятся и продолжают являть свет, являть разницу. Понимаете, в чем разница основная? Что мы живем реакциями, реакциями на боль. Вот я коснулся горячего чего-то, я одергиваю руку, это естественно. Меня ударили, у меня вспыхивает все, у меня реакция. Меня обозвали, у меня реакция. То есть мы живые, тем мы отличаемся от предметов, у нас есть реакции на все. Но почему Христос говорит, солнце да не зайдет во гневе вашем? Почему? Почему Иаков говорил своим сыновьям Симеону и Левию, когда Иаков умирал уже на смертном одре? Он говорил пророчество всем своим детям на будущее. И он Симеону и Левию сказал, проклят гнев ваш, потому что он жесток. Симеон и Левий побили там племя этих людей, обманули их и поубивали мужчин за свою сестру. И они это отмстили за ее честь. Но смотрите, что говорит пророк Иаков. Посмотрите, что говорит пророк Иаков своим родным сыновьям. Проклят ваш гнев, потому что он жесток. В ваш совет моя душа не войдет. Я с вами не согласен. Я не оправдываю ваш гнев. Гнев может быть как вспышка. Это нормально, мы гневаемся. Но гнев не может стать качеством. Нельзя довести состояние злости и гнева до постоянного состояния сердца. Это очень опасно. И христиане, которые позволяют себе злословить высшие власти, неважно какие, то это злословие очень быстро перерастет в злодеяние. И как христиане легко оправдывают злословие, так же легко оправдают и злодеяние. Но это все осуждается Библией. Этого делать нельзя. Христос не злословил взаимно и не угрожал. Если Христос остается нашим примером, давайте брать с него пример, он не злословил и не угрожал. Поэтому все, что нам остается, молиться и терпеть, и прощать, и отпускать, предавать то судьи праведному. Опять же, как делал это Христос? Пусть Бог судит, пусть Бог разберется. Следующий вопрос. Как вы думаете, Александр, почему протестантские церкви Украины так легко и быстро и массово включились в политические процессы Украины и национально-патриотическую борьбу, приведшую к отчуждению от братства во Христе соседнего государства? Спрашивает Исахар. Ну, мы же отвечаем на это, потому что моя рубашка ближе к телу, потому что это моя земля, потому что это мой дом, потому что это естественно, потому что это больно. Мне больно. Это понятно. Это нельзя осуждать, нельзя обвинять этих людей. Но с перспективы духовных процессов и духовного взгляда на ситуацию мы так вражду не остановим, мы так ее только усилим. Каждая сторона лижет свои раны, каждая сторона призывает Бога, каждая сторона благословляет пушки и оружие, и крейсеры, и бомбы. Церковь не может так поступать. Настоящая церковь так не поступает. Я дерзну вам привести пример из Ветхого Завета. Коротко. Помните, когда сирияне, сирийское войско окружило город, где был Елисей. Им было поручено поймать Елисея. Они понимали, что он пророк, и его надо поймать. И Сирия воевала с Израилем часто. И много. И до сих пор воюют. Сирия и Израиль. То есть это веками эти войны. И что интересно, что Елисей, посмотрите, услышьте, если можете, своим духом то, что я скажу. Елисей, он не был произраильским. И Елисей, если можно так сказать, был прочеловечным. То есть он, как пророк, по идее, должен стоять на стороне интересов Израиля. И защищать только интересы своего государства и своего отечества. Но Елисей понимал, что в войну втянуты два государства. И он понимал, что эту войну не остановить. Потому когда он сошел к этим людям, к врагам, к захватчикам, он сошел к этим людям, он им интересные слова сказал. Он им сказал, это не та дорога. Он, наверное, что-то другое имел в виду. Он не просто им лгал. Давайте я вас отведу. И сам повел в засаду. Он говорил им пророчески, духовно. Он сказал, это не та дорога. Вы не той дорогой идете. Я вам покажу другую дорогу. Идите за мной. И я допускаю, я дерзаю так интерпретировать этот текст Писания, что они не ослепли физически. Это невозможно. Слепой человек не шел бы за зрячим человеком так долго и так уверенно, без вопросов. Я почти что убежден, что это не была физическая слепота. Это была духовная слепота. Они были ослеплены его благодушием, его добротой. Ему было равно жалко их и евреев. Это была война, где умирали люди, где лилась кровь. И он понимал, что эту войну не остановить. Там уже месть, там уже кровная месть. И он говорит, я хочу вам показать другую дорогу, идите за мной. И он завел их в центр Самарии. И когда он их туда завел, у них глаза открылись. Что мы наделали? Мы вообще что наделали? Мы как так повелись на вот эти добрые глаза эти? Как мы повелись на вот эту доброту? Как мы могли? Как мы могли? Один человек нас так ослепил своей добротой. И они поняли, что они в окружении. И те, в свою очередь, евреи говорят Елисею, не избить ли их мечом? У них просто ничего не осталось, как сдаться. И мы их можем всех здесь перебить. Они окружены. И Елисей им сказал, а ты их мечом пленил? Ты их мечом победил? Нет, ты их не мечом победил. Потому накроем стол. И они предложили им обед. Я не знаю, если бы можно было бы там поприсутствовать и понаблюдать, как этот стол накрывали, как вели себя одни и другие, да? Как вообще люди справлялись с эмоциями? Как эти Ели на виду у евреев? Как они, наверное, думали, как иногда немцы делали, давали перед расстрелом последнее желание человеку исполняли? Как эти сирийцы думали, наверное, с нами сейчас жесточайшим образом расправиться, какая злая шутка, нас накормить перед смертью. Но когда те их отпустили, абсолютно отпустили, абсолютно покормивши, напоивши, отпустили, то, если верить Библии, а ей стоит верить, там написано, что сирияне больше никогда, те полчища, те полчища сирийские, никогда не ходили в землю израильскую. Если Сирия и продолжала воевать с Израилем, то именно те люди отказались ходить и воевать с Израилем. Вот это вот с духовной перспективы победа. Вот это настоящая победа. Победа над злом. Это то, что говорит Библия. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. По-другому невозможно. Вот это я считаю. И есть победа. Если она удается на частном уровне, при маленьком конфликте, если она удается на большом уровне, при большом конфликте. Я был в последней поездке в Израиль, встречался там, есть такая вице-спикер парламента, Лия Шемтов. И мы как-то с ней обедали, она интересную мысль сказала. Она говорит, «Я задумывалась над тем, как после такой войны, которую развязала Германия, как так можно объяснить с духовной точки зрения, что она процветающая страна? Где проклятие, которое должно последовать за то, что сделал Гитлер и арийская нация?» И она же сама отвечает, «А вы не думаете, Александр?» Она еврейка, она не христианка. Она говорит, «Вы не думаете, Александр, что это потому, сколько немцы извинялись, сколько делегаций приезжало, сколько компенсаций было, сколько они раз просили прощения у разных государств. И она говорит, «Я лично ездила с этими делегациями, я видела, как эти люди собирали ветеранов, вставали перед ними на колени. Это уже потомки, потомки тех воинов, тех солдат, той армии немецкой». То есть есть о чем порассуждать, по крайней мере. Есть о чем порассуждать. Есть над чем делать выводы. Поэтому наше время быстро бежит. Еще несколько вопросов, и мы подойдем к завершению эфира. Значит, я хочу вот здесь прочитать некоторые вопросы, которые у меня есть. Здесь, значит, спрашивают несколько вопросов похожих. «Скажите, можно ли брать оружие, если тебя призвали служить? По большому счету нас не спрашивают. Нас просто отправляют на войну. Как быть? О чем молиться? Как удержать себя в чистоте, в этом хаосе?» Такой вопрос. Потом один молодой человек написал, «Сегодня мне прислали повестку, мне всего лишь 18 лет. Я обязан явиться в военкомат, хотя я и верующий человек. За неявку полагается уголовная ответственность. Минимально, что придется платить родителям штрафы. Мы люди небогатые». И здесь он дальше пишет, что и отца его призывали, но отец проживает по другому адресу, и они люди верующие. То есть вот подобные вопросы, их много. И я же в Украине был, и общаюсь с очень многими людьми, и я понимаю, что это очень сложно, и это очень большая проблема. Если отвечать правду прямо, то здесь момент убеждений. И если исходить из библейских убеждений, на чем и я вырос, и как я уже рассказывал и о своем отце, и о многих других людях, и как я понимаю и вижу Библию, то нет, христианин не может идти на войну. Христианин не может убивать. Христианин не может. Что делать в этом случае? Страдать. Страдать за что? Страдать за свои убеждения. Да, страдать за свои убеждения. Это то, через что проходила церковь, через что проходили наши родители. У нас просто нет другого выбора или поступаться убеждениями, или платить цену за свои убеждения. И сейчас христиане Украины оказались в таком историческом разрезе своей истории. Вот потому это выбор каждого. Точно так же, как когда-то был выбор каждого принимать присягу, брать оружие, не брать оружие, участвовать в военных действиях, не участвовать в военных действиях. Это дело каждого. Но как я начинал эфир, я так хочу и закончить его, или продолжить его, что наше убеждение нигде так сильно не испытывается, как в минуты потрясений. И каждый из нас испытывается в свое время, на своем уровне, сколько может выдержать. Если вы знаете историю, когда Мартина Лютера в Вормсе на суде требовали, ты отрекаешься от своих трудов и своих убеждений, или ты на них стоишь, человек понимал, что он без одной минуты на костре, без одной минуты, он повторит то, что делали с другими. Его просто сожгут. Там не церемонились. Там, чтобы другим повадно не было, просто людей сжигали. И интересно, что Лютер первый раз, когда он предстал перед судом, он не смог сказать ни да, ни нет. Где-то внутри он понимал, что мое сейчас да или нет, определяет, буду я жить или не буду. И он попросил сутки. Сутки времени. Когда он был в своей келье, всю ночь его настолько демоны, дьявол донимали. Он просто был человеком, он был человеком на гребне волны. История так вся согнулась, что он оказался просто на гребне волны. Его да и нет определяло очень... Определяло ход истории Европы и эпохи Возрождения. Но он-то не знал, как все повернется. Потому он был той точкой опоры, благодаря которой Бог хотел повернуть всю историю человечества. И настолько было сильнейшее давление. Я хочу сказать сейчас этому молодому человеку, которому 18 лет, я просто представляю, как вам тяжело. Я не бессердечный. Я понимаю, насколько это трудно, насколько каждый проходит свою агонию, проходит свою крестную дорогу. Я скорблю, я плачу, я молюсь, я помогаю, как могу. Но я хочу сказать, что это время, где либо Христос прославляется вашей верностью, вашей честью, вашим постоянством, вашей твердостью Духа, либо Христос бесславится. Потому здесь проверяется на прочность и церковь в целом, здесь проверяется на прочность каждой в отдельности христианин. Остается только пожелать стойкости, мужества и верности, тем убеждениям, в которых мы были воспитаны и в чем были наставлены с детства. Вот хочется пожелать этого. И те люди, которые отказались идти на войну, брать оружие, убивать, вы для меня современные герои, вы для меня настоящее лицо Христовой Церкви. Я верю, что вы сегодня творите историю. Время рассудит нас. Чему мы отдавали себя, за что боролись, время и Бог, время и Бог расставит все точки над «и». И благослови вас, Господь, не отступать от христианских убеждений, стоять твердо, даже если это приходится вам очень большой ценой. Пусть благословит вас Бог, и мы равняемся на вас. на таких «вы для нас настоящие христиане». Держитесь этого, показывайте пример, потому что основное назначение Церкви это пример. Вы знаете, чем сильна Церковь, в отличие от государственной власти, силой примера? Власть Церкви это власть любви. У государства есть своя власть. Государственная власть это много очень министерств. И одно из министерств, здравоохранения, образования, культуры, разные направления. И одно из министерств власти, одно из ответственностей власти, это министерство обороны. Это и армия, и министерство внутренних дел, это милиция, или полиция, да, силовые структуры, которые охраняют границы государства, которые пресекают зло. У Церкви своя власть, у Церкви власть примера, у Церкови сильна подвигом веры. Все умные политики понимали, что без Церкви им очень трудно управлять массами, потому что они только управляют силой страха. И люди боятся не столько власти, столько силы. И потому у власти, у государственной есть сила. В чем сила власти государственной? В оружии, в самом настоящем холодном оружии. Так и Павел писал, что слуга носит меч в отмщении, делающему злое. Вы думаете, люди так уважают власть? Они просто боятся власть, потому что там есть сила. А какая сила власти духовной? Оружие? Оружие каково? Холодное? Если мы пойдем этим путем, мы повторим историю инквизиции средневековья, мы опять опозорим Церковь, мы опять отбросим на несколько столетий спасение мира. Если мы пойдем путем насилия, и силы, Церковь не может еще раз не сдать этот экзамен. И сейчас напрямую дело касается Церкви Славянской. Церковь не может пойти путем силы обычной. У Церкви должна быть сила другая, сила Божия. Сила Божия. Церкви дана власть, но Церковь часто злоупотребляла властью и становилась просто политической силой. Вот что мне лично страшно, вот чего я лично боюсь. Если Церковь поймет, что когда она соблюдает волю Господню, является сила Божия. И мы это видим в истории. Мы видим, как Бог заграждал пастель вам, когда люди были верны. Мы видим, как Бог угашал силу огня. Мы видим, как ангел освобождал отцепей Петра. Мы видим, как тот же ангел на верные поразил Ирода, и он изъеден червями был и умер. То не церковь это делала. И потому у общественности не было претензий к церкви, которая совершала такое мщение. Общество понимало, что это являлась сила Божия, а не сила человеческая. Потому остается пожелать церкви веровать в силу Божию. Веровать, как и писал апостол Павел, чтобы мы молились за царей, за начальников, чтобы проводить жизнь безмятежную, безмятежей. Доверяя Богу любой режим, любую ситуацию. Я не знаю, как вы отнесетесь к тому, что я скажу, но я скажу. Я считаю, что нет режима, не существует режима государственного, который больше способствует церкви или меньше способствует церкви. Церковь непобедима. Режим может церковь сделать государственной. Режим может вынудить церковь уйти в подполье, но режим не может победить церкви. Церковь непобедима. Она Она Христова, она прекрасна, она величественна, она свята, она переживет любой режим, любую эпоху. Она избрана от мира, она не от мира. Она невеста Христа, она единственная. Больше нет другого народа, с которым Бог имеет такие отношения, которому Бог дал такие обетования, которому Бог построил город на небесах, только церкви. Потому церковь должна пережить и преодолеть все национальные интересы, процессы, межконфессиональные, культурные, всякие другие, расовые. Церковь просто должна их преодолеть и победить силой статуса, нового статуса во Христе. Мы во Христе новая тварь. В этом наша сила. По этому признаку мы, братья. Это тот статус, который преодолеет все наши разбежности. И этого остается пожелать всем нам. Пройдут годы. Пройдут годы. Улягутся народные смуты. И придет время. Придет Христос за нами. Господь Иисус. Потому хочется, чтобы мы все на земле умели победить и свою боль, и свою неприязнь, и свои амбиции, и все. И подать друг другу руку общения. Но убить вражду можно только на кресте. Надо распяться, сораспяться с Христом. Надо выйти к Нему за стан, нося Его по руганию. Надо ради Христа. Ради Христа отказаться от своих частных, личных, всех моментов. И ради Христа преодолеть себя прежде всего. Побороть себя. Не моя воля, но твоя да будет. То есть вражда умирает на кресте. Когда мы ради Христа и ради любви Отчей идем навстречу друг другу. Я знаю, что я не мог ответить на многие вопросы, но я очень надеюсь, что книга, и мы будем много печатать ее, выставлять в социальных сетях. И я просто хочу помолиться вместе с вами и закончить этот эфир на том, чтобы мы любили друг друга. И я приводил уже это четверостишье Максимилиана Волошина не один раз. Я хочу его опять процитировать. Он писал его в Коктебеле, когда была гражданская война в 1917 году, если я не ошибаюсь. Он писал так. Я верю, что это настоящее Евангелие, это настоящая церковь и это настоящая победа. Преодолеть себя, преодолеть свою личную боль ради того, что мы церковь. Церковь Иисуса Христа. И потому для мира церковь – это последняя надежда вообще остаться людьми, хотя бы людьми. У церкви самая большая сила. Пойти навстречу и преодолеть все. И все преодолевшее устоять. Драгоценный Господь, я благодарю Тебя и со всеми людьми, которые сегодня страдают, которые сегодня болеют душевно, духовно, физически. Много разрушенных домов, городов, деревень, судеб, жизней. Нервная система нарушена. Господи, зима на носу. Много вопросов, страхов внутри и извне. Господь, я молюсь со всеми называющими себя и являющимися христианами, детьми Твоими. Господь, помоги нам в это время все преодолевшее устоять. Чтобы когда придет время нашей встречи с Тобой, чтобы мы имели дерзновение посмотреть Твои глаза. Я молюсь, Господь, о том, чтобы Ты поддержал тех, кому тяжело, кому трудно, кто не может справиться в своем внутреннем мире, кто не может справиться с болью, с непрощением, с неприязнью. Иисус, помоги, помоги нам преодолеть это все ради Тебя, ради любви к Тебе. Иисус, и благословлять проклинающих нас, молиться за обижающих нас и благотворить ненавидящим и гонящим нас. Сохрани нас, Господь, от всякого рода зла и сбереги наши души для вечной жизни. Этими словами я благословляю каждого человека, каждого христианина и в целом всю Твою церковь. Драгоценный наш Господь и Спаситель, которого мы ждем и ждем Твое возвращение вскоре. Да прославишься Ты в нашей верности, в нашем послушании, Отец и Сын, и Святой Дух. Аминь. Всего вам доброго. Благослови вас, Господь. Мы любим вас и благословляем вас. Я восхожу, Господь, на Твой алтарь, я пред Тобой всегда в долгу. Я восхожу, Господь, на Твой алтарь. Я восхожу, Господь, на Твой алтарь. Я пред Тобой всегда в долгу, как первую любовь мой царь. Я восхожу, Господь, на Твой алтарь. Я пред Людьми. Я жду мосты, все за собой, в том жертвенном святом огне. Пусть я сгорел, но образ Твой Ты возродил во мне. Воспламенись и снизой, огонь, и в жертву жизнь мою прийти. Я Твое имя средь больших имен держу, как знамя пред любви. Воспламенись и снизой, огонь, и в жертву жизнь мою прийти. Я Твое имя средь больших имен держу, как знамя пред людьми. Я возношу на Твой алтарь, сердце моё в дарь. Я возношу на Твой алтарь, сердце моё в дарь. Я возношу на Твой алтарь. Я возношу на Твой алтарь. Сердце моё в дарь. Я возношу на Твой алтарь. Я возношу на Твой алтарь. Я возношу на Твой алтарь. Воспламенись и снизой, огонь, и в жертву жизнь мою прийти. Я твое имя, средь больших имен Держу, как знамя, вредный мир Восплавени и снизой огонь И в жертву жизнь мою прими Я твое имя, средь больших имен Держу, как знамя, вредный мир Я возношу на твой алтарь Сердце мое, власть Я возношу на твой алтарь Я возношу на твой алтарь Сердце мое, власть Я возношу на твой алтарь Я возношу на твой алтарь Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин